привет всем благослови всех господь и сохрани всех господь во имя иисуса христа аминь я сегодня хотел бы поговорить про алкогольную зависимость зависимость алкоголь это ужас который происходит сейчас на этой земле в этой зависимости просто пару моментов очень важный момент я хочу сегодня задеть про эту зависимость конкретно важный момент ко всем людям по сейчас страдает в этой зависимости алкогольная зависимость прогрессирующая непреодлимая тяга к алкоголю его систематическое употребление потребность в это ноль и называется да у зависимых людей может быть такой же сильной как у потребность воде и идея аминь это не шутка дата представьте себе какая потребность у людей кто кого зависимость с алкоголем я просто хотел бы сказать моего личного опыта алкоголизма до что это реально а жизнь в алкоголе это она начинается тихо слегка где-то человек начинает немного пить праздники для настроения и потом в конце концов он начинает больше пить больше и не дай бог в его жизни происходит какой-то горе там авария или еще что-то серьезное развод или еще что-то человек начинает пить сильно он начинает конкретно пить и зависимость его берет конкретно в руки и возврат назад это очень редкий возврат назад когда человек сильно зависимости очень многих людей которых я знал их сейчас нету живых они умерли от алкоголя последствия алкоголя 80 процентов людей в тюрьме сидят из-за последствия криминала под алкоголем сначала все было хорошо праздники никаких проблемах в конце концов человек становится зависимым и все он уходит с этой жизни не дай бог да я хочу сказать каждому из нас алкогольная зависимость приветствую брат благословите о господь и сохрани хочу всем сказать то сейчас страдает от алкоголя до кто мучается от алкоголя это реально ужасная зависимость алкоголь да это зависимость психическая и зависимость физическая это я знаю с личного опыта когда я десять лет в кошмарных запоях выходил приходил где-то старался где-то не старался но это было все катастрофа конкретно все начиналось с праздников чуть-чуть немного выходные но закончилась конечно у меня было ужас какой-то да я хочу просто сказать одно алкоголь да когда человека в такой стадии серьезная уже когда он и уже понимает по идее люди которые нуждаются в алкоголе даже на выходных они уже тоже зависимые люди и я иногда встречаю людей когда-то мне кто-то говорил о у меня все хорошо я умею пить сейчас его встречаю он говорит машину разбил права забрали жена ушла дом продал и катастрофа он ходит на велосипеде ничего нету и пьет и уже в зависимости серьезной из этого я хочу сказать каждому из нас то сейчас это будет слышать да алкоголь это ужас это болезнь и зависимость серьезная конкретно если кто-то сейчас болеет этой зависимостью не может выйти это не шутки до алкоголь ну я могу тебе под конец сказать выход есть из него конкретно хороший выход аминь у меня когда я начинал как говорится с праздника все было нормально все вроде смешно туда-сюда все хорошо но в конце концов заходила конечно такой тупик в моей жизни да во первых меня сбилась человек один раз на машине он был выпивший он меня сбил на машине и конкретно я был в реанимации клинической смерти из-за этого да и вот этот весь кошмар уже начинался или я был пьяный или кто-то был пьяный кто меня сбил или какая-то драка или еще что-то происходило но это все было только начало но конец этой зависимости было очень ужасной и катастрофический когда ты уже плевал на отходниках кровью уже кровь выходила и все ты понимал что все ты капец и когда ты бросаешь эту ужасную зависимость когда ты начинаешь наконец-то жить в трезвой жизни никогда не забывай что она будет стучаться в твою жизнь мою жизнь она стучится конкретно она стучится тогда начинает болеть голова начинает болеть ноги отнимать начинает воздуха не хватать сколько раз я так срывался когда у меня реально физические атаки были у меня были физические атаки конкретно когда ты думаешь уже к врачам поехал то проверили это сделали да там были тоже болезни какие-то вылечивали но в конце концов все выходило тогда когда я начинал пить у меня потом все было нормально и какое-то время у меня был покой да но это конкретно ужас алкоголь я читаю чтобы я не забыл цель алкоголя убить вас конкретно убить вас полностью до конца кто был в такой зависимости как я тот прекрасно меня поймет если он еще живой 10 человек которых я близко знал уже число 10 близко знал людей их нету живых у них могилы здесь на кладбищах или у них пепел в бутылке или еще что-то или они авария серьезная было или кто-то сейчас уже двенадцать лет все вместе в тюрьме сидит и вот эти все проблемы алкоголизм наркотики сигареты и тогда моя ударение уставлен алкоголизм допнуш алкоголь это реально сатана конкретно ни один человек сказал очень хорошие слова которые он не сказал все люди проклятые кто покупает алкоголь то продает алкоголь кто распространяет алкоголь кто делает алкоголь кто пьет алкоголь эти люди проклятые есть в этом какая-то логика есть это реально катастрофа если ты продаешь алкоголь это прок ты переносишь проклятие дальше если ты делаешь его ты его переносишь дальше это проклять если ты делаешь рекламу про алкоголь, ты делаешь проклятие, если ты даешь деньги на алкоголь, это все проклятие, а если ты пьешь все ты автоматически становишься проклятым человеком алкоголь тебя опозорит, поставит на ноги, сделает из тебя бомжа и все, ты потеряешь все но сатане нужно не только все, ему нужна твоя душа, из-за этого он использует все в данный момент алкоголь, сигареты наркотики игромания и все вот это егошнее оружие, серьезное которое использует сатана я хочу тебе лично сказать, друг мой и себе лично, есть выход, есть выход, в ту ночь когда я умирал, когда я реально думал Господь, убери, я до того позори был, просто реальном позоре от этого алкоголя и так далее я просто сказал, Господь, забери меня отсюда, я больше не хочу жить в этой катастрофе, да, это было не пару пив, пару дней, это не было каких-то там праздников с легких, это было 100 бутылок были 3 недели, было 6 месяцев было полгода, было конкретные такие запои, где я реально в ужасе был, конкретно в ужасе тело все желтое анализы печени было в 10 в 100 раз выше нормы было уже контроль печени на цирроз было, да, такой момент, был момент, где врач говорил тебе недолго осталось, у тебя анализы, вообще это в 2011 году я один раз проверял, он говорил, у тебя анализы ужас печени, да, там не знаю что, там сильные повышенные анализы были но в конце концов, я хочу сказать, что Бог не дал возможность это тебе сказать, но я хочу дальше к теме, чтобы не потерять, я хочу обязательно эти все моменты задеть и тебе лично вот этот момент сказать, который я переживаю до сих пор вот и про этот момент, что у меня что-то начинало болеть, конечно, алкоголь сначала подходит через депрессию вот сейчас в Германии, например, праздники вчера кто-то бухал, крики были, жена просыпается, утром ко мне подбегает, и утром ночью говорит, кто-то орет, я сон непонятно видел, она думала, это сон а здесь на улице женщина какая-то орет пьяный, там туда-сюда поймите, какой ужас, да и вот эти все моменты, да, которые сейчас происходят, вот сейчас например, как праздники, Пасха это еще Пасха, такой церковный праздник, люди пьют пьют, пьют, праздники все пьют, зависимость она будет везде хоть у тебя хорошее настроение, хоть плохое, хоть праздник, хоть не праздник сатана тебе вот этот спирт, или как он называется, вот я в начале читал, да вот этот, который внутри в алкоголе, вот это есть, да, такая штука, вот это атонол, или как он называется, короче, я это точно не знаю вот здесь я записывал, но в конце концов я хочу сказать, эта зависимость берет тебя до того в руки, да она тебя конкретно берет, ты думаешь все шутками, там пиво, везде пиво, любой праздник пиво, пиво сначала, потом к этому пиво присоединяется, сигарета, потом водка, как все украшают этот еще стол, типа шашлыки, водка, дорогая водка, мы празднуем красиво, да я видел эти красивые праздники, когда одного чуть не убили, другого посадили на 6 лет, там еще катастрофа была, я этих праздников вот здесь в горле у меня отпраздновал, у меня все тело в шрамах, если я сейчас сниму футболку, вы увидите, у меня все, нету живого места, все разбито, сломато, голова пропита, что только не было со мной в моей жизни, и это ужас и проклятие алкоголь, ужас и проклятие, эта тема относится всем людям, кто сейчас конкретно страдает от алкоголизма, это не шутки, да, просто я хочу задеть очень важные моменты, чтобы человек может быть понял, что есть еще люди, которые также с этим борются, например, у меня вот эта проблема сейчас, я понимаю тоже, да, у меня есть последствия алкоголизма и все, что в моей жизни было, у меня там, тело болит, желудок или голова, это все понятно, что столько лет пьянки, это катастрофа, но Бог все равно меня поставил на ноги, он мне подарил здоровых детей, все сделал, но все равно, теперь я дальше хочу идти насчет этой темы, да, алкоголь, он подходит как? Он подходит сначала через депрессии, да, у тебя какое-то настроение не то, ты думаешь, что у тебя все, ты хочешь расслабиться, как люди говорят, да, когда это первая стадия, а потом придет стадия, стадия наркомана, ты как наркоман будешь, да, у тебя будут реально ломки, вот это реально, я на своем теле знаю, у тебя будет болеть тело, у тебя будет реально физические ломки, ты будешь понимать, что за катастрофа, я не могу без алкоголя и что-то, у меня все это, ты уже ходишь туда, ходишь сюда, тебе никто помочь не может, тело болит, ломки конкретно, берешь, наливаешь стакан водки полный, да, выпиваешь его, все, настроение поднимается, у тебя вроде все хорошо, вроде ты забылся, боль прошла, понимаете, да, сатана берет свое, он хочет убить людей до конца, я вот сегодня лежал на кровати и вспоминал моих знакомых, с кем я стоял, сидел за столом, получается все эти люди, в том числе и я, когда я с ними сидел, я тоже, мы встречались где-то, пили, смеялись, мы на это внимание не обращали, но мы все были зависимые люди и многие этих людей, опять же, я повторяю, их нету сейчас в живых, в катастрофе, их нету в живых, они могли бы еще долго жить, они могли бы говорить про Бога, говорить, жить бы в свободе Бога, да, но вот сатана подошла и он подходит конкретно агрессивно, поймите, вот это тело, она прям хочет, потому что алкоголь за многие годы моей жизни, он разрушил мою психику, во-первых, к этому присоединились аварии, реанимации, клиническая смерть и ужас, и ужас, драки, их было море таких ситуаций, да, но все равно, если ставим ударение на алкоголь, зависимость от головы начинается, это первый очень катастрофический шаг, что голова требует, дай мне, дай мне, выходные, праздники, я хочу выпить, дай, без разницы кто, день рождения, праздник, беда, горе, радость, самое главное нажраться, ты зависимый, понимаешь, человек, это болезнь, это ужас, да, и в конце концов, когда ты это получаешь, тебе становится лучше, и ты думаешь, все у тебя хорошо, но это нехорошо, цель сатаны тебя до конца угробить, конкретно угробить, алкоголизм это очень хорошее оружие, когда человек в Библии стоит про это, что он приходит на следующий день, как змея, тебе приезжают люди, тебе говорят, что ты надел, как ты себя опозорил, тебя ищут, тебе звонят, тебе говорят, тебя завтра убьют, открытым голосом тебя убьют, это все в моей жизни было, тебя завтра зарежут, если мы тебя увидим, тебя просто зарежут, мне без разницы, что ты думаешь, да, и такие случаи были, я благодарен Богу, что я живой, что такое не произошло, но были ситуации, где я просыпался весь в крови, и ужас, и все сломато, не все, но много что сломато было, но это было все, и за это под алкоголем сатана делает с тобой все, что он хочет, да, алкоголь это ужас, это проклятие, это сатана, это дьявол, и это ад, это ад на земле, и он реально может к тебе подходить, если ты даже не пьешь год, полгода, три года, пойми одно, он будет тебе подходить, как рыкающий лев, и будет в ломке тела начинаться, будут боли головы начинаться, будут такие симптомы, ты будешь думать, у тебя рак, у тебя то, у тебя это, хотя врач тебе говорит, нет, это болезнь, она излечимая, надо ее лечить, но это к смерти она не приведет, но все равно ты будешь понимать, что за касаться с катастрофой, у меня до сих пор, братья и сестры, у меня до сих пор, братья и сестры, вот реально такое давление до сих пор, я иду за Богом, но я понимаю, как этот лев, это рыкающий лев, он ходит и ищет кого погубить, он стучится в мою дверь один раз, другой раз, через проблемы, через все, что хотите он стучится, он хочет просто, чтобы я опять вернулся к нему, он делает все, что он может, да, чтобы как в Библии стоит, отвергни себя, возьми вот эту плоть свою и следуй за мной, хватит уже жить вот нашим тупым умом, мы должны думать, что хочет Бог, сегодня я такую интересную песню слышал, это такой тоже интересный момент про любовь, любовь это когда уже не наши мысли, вот я там этого человека не люблю, ой, он мне не нравится, я с ним не хочу здороваться, кто он такой, пошел он типа, да, а когда ты с ним здороваешься, хоть он тебе не нравится, да, вот эта любовь, которая к нему есть, ты за него молишься, вот эта любовь, это не то, что ты хочешь, это то, что хочет Господь, это настоящая любовь в тебе, да, но алкоголизм, я хочу конкретно задеть момент, кто будет смотреть это видео, братья и сестры, друг мой, я говорю, выход есть, ты можешь выйти из этого проклятия, пока месть ты живой, ты можешь остановить этот ужас и смерть и ад, сатане он использует оружие алкоголя, чтобы просто украсть у тебя спасение, чтобы ты не подошел к истине, чтобы ты не начал вообще говорить про Бога, все, конкретное оружие он делает конкретно вот этот алкоголизм, чтобы человек зависел конкретно от него, все, ты в рабстве сатаны, если ты покупаешь проклятие, алкоголь, да, я не удивлюсь, если этот ролик закроет в ютубе, у меня уже было такое заявление приходило про другую тему, то же самое, но я хочу попробовать, все равно я хочу серьезно про это говорить, если ты в данный момент чувствуешь ломку наркомана, то ты думаешь, у тебя болит все тело, прошло год, прошло полгода, прошло два года, три года, 10 лет я знаю человека прошел, он чуть-чуть выпил, опять начал бухать конкретно, трезвитесь и бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение, потому что наша плоть немощна, ей тяжело, она может упасть и все, да, укрепляйте дух свой и идите за Богом, это не шутки все, да, я хотел бы еще момент тоже, надо было раньше сказать, скажу вот, что разрушает алкоголь, это очень важный момент для всех людей, ну кто, я думаю, может быть все это знают, но все равно расскажу, да, алкоголь разрушает, конечно, печень, да, но многие люди думают, что только печень, да, ну как-то все думают, ну печень у меня, печень, орган восстанавливается, будем бухать, пофигу, да, ну там не попил три месяца, она восстановилась, цирроз, кома может быть, от печени можешь ты инсульт, инсульт в кома попасть, сынок, сейчас я скажу всем и приду к тебе. Сосуды твои, да, забиваются сосуды, давление, все это может быть, сердце, я про алкоголь говорю, хроническая сердечная недостаточность, нарушение ритма, поджелудочная железа, острый панкреатит, хронический панкреатит. Так же насчет мужского пола и так далее, детей не сможешь сделать, да там вообще ужас, я говорю, читайте это все, да, это не шутки все, что стоит, да. У женщин тоже катастрофа, она не сможет родить, если ребенок родится, может родиться, не дай бог, нездоровый, и так же, и так далее, и так далее. Одна рюмка алкоголя, одна, один стакан, не говоря от тех дозов, что я пил, да, это вообще ужас, при беременности, кровь, да, нарушение крови, анемия, да, как называется, изменение обмена веществ, это все ужас, ну просто смотрите все, Алекс, я сейчас договорю, все это, брат, прочитаем, да, я хочу вот эти мысли обязательно сказать всем людям, стараюсь своим языком, кто в зависимости, чтобы, может быть, коснется кого-нибудь, чтобы кто-то перестал пить, и кто-то начал идти за богом, поймите одно, братья и сестры, вот этот багаж, который вот у меня есть, стаж там 10 до 15 лет, я думаю, примерно плюс-минус срывы, и катастрофа, и ужас, и проклятие вот с этим алкоголем, да, вот этот багаж бог мне поставил на ноги, он мне дал возможность покаяться, он мне дал время прийти к нему, он мне дал время, вот, сынок, иди сюда, иди, сынок, таких красивых детей получи, вот, все, сынок, закроет дверь, он мне все дал, и слава богу Иисусу Христу, мы идем дальше за богом, да, просто я хочу сказать одно, вот теперь этот багаж, алкоголизм, да, про который я говорю, во-первых, конечно, страдают вот эти принцы, вот наши дети, да, такие, подарок от бога, бог подарил такой хороший подарок, смотрите, какая красота, просто постригся, надо было еще чуть ровнее, ничего, в следующий раз, наивчика такого хорошего подарил, и ни одного, троих сыновей подарил Господь, и он дает тебе, Господь, все, он даст тебе, но ты должен остановиться, ты должен, сейчас, брать еще, сынок, иди, сейчас поиграйся еще чуть-чуть, я приду, хорошо, он даст все, что вам надо, Господь, просто это конкретное проклятие, во-первых, для вас, для детей, для семьи, для дальше, 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 это алкоголь, он все разрушает, забирает конкретно, но это не шутки же, все, вы все прекрасно понимаете, братья и сестры, я думаю, в ваших городах, где вы живете, сколько бед происходит насчет этого, да, всего, я хотел бы еще одну цифру озвучить, да, конкретно про алкоголь, вот, что связано с этим, да, два года нужно, чтобы немного восстановить нервы после алкоголя, два года нужно человеку, чтобы жить конкретно немного, чуть-чуть, чтобы нервы были восстановлены, два года, но это не все, я разговаривал с одним человеком, который, он как, он это все проходил в школе, в университете, он говорит, алкогольная зависимость, болезнь, это как рак, это будет у тебя, в твоей жизни она будет приходить, но зависит от тебя, дашь ли ты им, ему еще раз испортить твою жизнь или нет, это очень интересный момент, и он будет тебе подходить как ко мне, как и всем другим, можешь ты думать, смотришь на да, он сейчас, ему так хорошо, и это, да он так же, ему было плохо, у него физическая зависимость, психическая какая-то зависимость с алкоголем связана, и он начинает пить, пить, но в конце концов он будет пить, пока он не умрет, кто-то пьет до 40 лет, кто-то разбивается на машине в 20 лет, кто-то разбивается в 25 лет, кто-то умирает в 30 лет от цирроза печени, кто-то и все умирает конкретно, да, кто-то в молодых годах умирает от драки, кто-то ножом друг друга по пьяни ударил или подрался, сколько таких ситуаций, их ужас и их много, сколько, да, и каждый год умирает, в мире умирает 3 миллиона людей от последствия алкоголя и 7 миллионов людей от последствия сигарет, в основном человек, который пьет алкоголь, ну процентов, наверное, 80, все курят, да, сигареты, и вот представьте, какой ужас и ад это, да, страдаете вы, страдаете, страдают дети, страдают родители, страдают на работе, там кто-то страдает, люди, которые вас еще немного любят, но когда вы конкретно завис, когда вы в зависимости живете, серьезно, вас любить уже никто не будет, вас будут проклинать, как этот Дюмин пел, да, певец есть такой, шансон поет, он говорит, ну, чтобы вспомнили меня с матерком, сдох ты там, чтобы такие песни, чтобы, ну, чтобы это, я лучше умру и вспоминайте меня с матерком, это типа шансон, это тоже все песни вроде бы жизненные, но они проставляют там часто тоже, можно сказать, дьявольский дух, да, но я хочу сказать одно, также взять этот даже тот же шансон, смотрите певцы, которые, Наговицын Сергей, да, потом, кто пил, да, там много кто из этих, да, пил этих конкретно алкоголь певцов, да, и многие певцы умерли, также пили, курили, сердце, мозги там, опухоль, авария, цой, да, разбился, тальков или кто там такие, да, эти, ну, многие люди умерли под последствия алкоголя, авария связана с жизнью без бога, да, это понятно, да, все, я вот эти моменты хотел конкретно задеть, да, 10 человек, опять же, повторяюсь, с моей жизни, которых я близко знал, их нету в живых, мне сейчас 38 лет и многих этих людей нету, я с ними сидел за столом, они так же пили, как и я, запои были конкретные месяц, два, три, просыпались в багажнике в Москве, в Казахстане и в других странах каких-то, кто-то искал друг друга и такая была часто такая катастрофа, да, просто хочу сказать одно, Бог дал мне эту возможность прийти к нему, да, Он дал мне, Он услышал мою молитву, когда я кричал к нему, я начал читать Библию, я начал читать Новый Завет, и там столько вещей стоят, которые я делал неправильно, там то столько вещей стоят, которые истинно, Библию ты можешь получить в любом городе, если у тебя там есть храм и у тебя нет денег, зайди туда, скажи братья и сестры, у меня нет денег, я хочу ее получить, так тебе дадут, если этот храм от Бога, тебе дадут Библию бесплатно, если у тебя их нету, этих денег, но я тебе говорю, если есть и ты сейчас страдаешь, пойми одно, у меня отходняк был ужасный, у меня ужасный, 4 часа я рыгал, и кровь выходила, трясло 2 недели без сна, глаза не мог закрыть, 2 недели я не спал, снились тупрупы, ужасы, белочка белая, вот это было у меня, у меня было уже все, у меня было уже под конец ужас, 4 стадия ужаса была, да, я все это пережил, но ты можешь взять себя в руки, если дома есть кефир, молоко, чай заваривай, терпи, выходи, начни читать Библию, брось все и всех, начни свою жизнь сначала, сегодня и сейчас ты можешь остановиться, ты можешь остановиться от этого проклятия конкретно, это я реально, этот ролик записывают для всех людей, кто сейчас умирает и думает, ему конец приходит в жизни, нет, это еще не конец, ты еще дышишь, ты можешь еще выйти, да, в твоей жизни много ужаса произошло, много позора, сатана тебя опозорил и меня так же, через алкоголь, через жизнь без Бога, он все это сделал прекрасно, да, но он хочет, это еще не все, он хочет, чтобы ты попал в ад и вечный огонь, это цель сатаны, украсть, убить и погубить, идет покушение на веру, конкретно он забирает веру, если у человека забрать веру, он начинает искать что-то другое, зависимость, игромания, наркомания, еще что-то, у человека нету человека, у которого нету зависимости, я сколько людей встречаю, я думаю, о какой состоятельный человек, туда-сюда, он начинает мне такие истории рассказывать, у него полностью живет, зави сегодня с таким общался с человеком, да, из-за этого без Бога, да, реально это ужас, и в ту ночь, когда я кричал к Богу, да, я реально, это было, может быть, уже и шизофрения или что, но это не было, не, Господь, прости меня, это не было шизофрения, потому что я к нему кричал, это было где-то 2 часа ночи, конкретно в моей комнате дождь шел на улице, была молния, также на улице, но я увидел молнию такую, как будто в комнате моей, и реально я увидел такую любовь, я говорю, Господь, прости меня, я лежал на кровати, все было разбито, обрыганно, ведро стоит, долги, кто-то звонит меня, хочет убить или что-то там непонятное, я не знаю, что делать, как дальше жить, и я просто кричал, Господь, забери меня, я не хочу больше жить, я живу в позоре, в ужасе и в кошмаре, не хочу я больше больше жить, я не хочу быть зависимый человек, да, и Господь услышал меня, я почувствовал такую любовь, у меня потекли слезы, и с того момента я начал восстанавливаться, да, да, это было очень трудно, да, это нелегко было, но я начал восстанавливаться, да, потихоньку, на следующий день, я остановился, я все вылил, у меня еще было бутылок 7 стояло, да, я все, потому что я спил с запасом, у меня везде был запас, я боялся, если у меня начнется меня трясти, начнет, я не хотел, чтобы меня начинало трясти, я начинал выпивать, я опять продолжал, продолжал, потом приходил к тому, что мне надо было остановиться, потому что я понимал уже, ну, понимаете, уже все, уже сердце колет, здесь колет, все колет, но уже месяц 80-100 бутылок водки без паузы, это было, просто я хочу сказать одно, Господь услышал меня, я начал просто читать Библию, да, и так же Господь внутри я понял, что мне надо двигаться с Богом, мне надо записывать канал, мне надо, за меня сильно молился мой дедушка, царство ему небесное, он до конца молился за меня, даже когда последний, последний уезд, когда он уезжал на скорой помощи, это был последний раз, когда он уезжал с нашего дома, где мы жили, он от нас уезжал и все, и потом больше он в больнице умер, он в больнице умер, и он до конца молился за меня, я увидел сон, как он ко мне приходил, и вот эти все, у меня осталась его Библия, когда он начинал этой Библии, минимум 100 лет, она уже старая такая Библия, он начинал, он подчеркивал ее, это да, и просто я хочу сказать, слава Богу за дедушку и бабушку, что молились за меня, и вот эти все моменты, что Бог коснулся меня, что я пришел к нему, что я осознал, что я нуждаюсь в спасении, что я говорю вам про спасение, я говорю тебе, друг мой, если ты сейчас страдаешь конкретно в зависимости, в зависимости алкоголя, наркотиков, игромании и так далее, приди к Господу нашему, Иисусу Христу, покайся, тебе не нужен человек, тебе я также не нужен, тебе нужен Христос, посредник, это только он, это он Господь, он пришел, заплатил за тебя всю цену, он понес всю твою вину, если ты думаешь, в твоей жизни все плохо, если я тебе покажу фотографии, что с моей жизни было, ты будешь в шоке просто, да, это был позор, ужас и катастрофа, но Бог дал мне шанс, чтобы я тебе это сказал, ты можешь сегодня и сейчас прийти к Богу, начни читать Библию сначала, начни говорить про Бога, да, и думать, и молиться, конечно, потихоньку, разбери Библию конкретно, разбери ее сначала до конца, Библия говорит нам, что мы живем, что наша плоть идет против Духа, я это понимаю каждый день, что вот эта плоть, зараза, или как ее назвать уже, я даже Богу говорю, когда я пройду этот путь на земле, и эта плоть, вот этот крест мой, он останется в земле, и Бог даст мне новое тело, новое имя, и я буду в славе, без болезней, без боли этой, которая у меня каждый день эти боли, да, и Бог обновит полностью все, и этот крест есть наша плоть, и этот лев, этот рыкащий лев, черт да дьявол, он приходит в мою жизнь часто, через людей, через то, через это, даже через физически уже, типа вот выходные, все, и чем ближе ты идешь за Богом, ты понимаешь, тем ближе ты только с Богом, у тебя остается только Христос, с кем ты говоришь, читаешь, молишься, я вам говорю тоже с лично, не удивляйтесь, если вы после покаяния от вас отвернутся ваши хорошие собутыльники, или хорошие друзья, которые когда-то вас в какой-то драке помогли, поймите одно, если вы пойдете за Богом, этих друзей никого рядом не будет, они вас, ваш номер забудут вообще, я вам серьезно это говорю, потому что и так же из этих христианских друзей, которые типа христиане, они занимаются бизнесом, они занимаются тем, занимаются тем, ну один час они где-то сидят, про Бога говорят, ну вся их жизнь посвящается полностью, и от таких людей вас Бог тоже избавит, потому что вы, если приняли Иисуса Христа Спасителя, вы теперь являетесь как наследники Бога, как дети Бога, это уже как церковь Бога на земле, это есть церковь Бога на земле, которые люди зависят только от Отца, если все люди сейчас мне напишут, ты от сатаны, ты от, что мне только они пишут, у меня есть записи, сколько людей, мне очень много хороших сообщений люди пишут, прям конкретно хороших, но есть люди, они плохие вещи пишут, если вам я это все напишу, вы будете в шоке, как люди могут, да, пишут такую катастрофу, но я-то в сердце понимаю, что я спасенный, я-то понимаю, что Господь живет в моем сердце, да хоть застрели ты меня сегодня, приди и застрели, и дальше что, все, я живу так и так уже в вечности с Богом, Библия говорит, все, я уже искупленный, спасенный, и все у меня есть, конечно, я прошу Бога, чтобы детей Бог задел, чтобы семья была с Богом всегда, у нас на нашу семью конкретно идет давление, я думаю, у всех в семье есть проблемы, на нашу семью в данный момент сильное давление со всех сторон, дьявол, он нападает везде, там, 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 везде, и он не спит, он не спит рыкающий лев, у него время мало, но сейчас, я сегодня записывал, сейчас на земле время благодати, сейчас и сегодня реально время благодати, потому что мы понимаем все, что еще есть возможность людям получить спасение, еще оно есть, еще не закончилось все, да, и я из-за этого проповедую всем людям и говорю, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, завтра может быть поздно, сегодня твой день, когда ты можешь принять Иисуса Христа, зависимость это ужас, но пойми одно, если ты с Богом, Бог тебе все равно дает эту силу, он мне ее дает, хотя я понимаю, иногда у меня ее нету, я полностью разбитый, я думаю, катастрофа, все не получается, там не получается, болезнь, с больницы в больницу, там болезнь, там еще что-то, там таблетки, там антибиотики, там тебя колят, вены уже проколотые, я христианин, проповедую про Богом, лежу под капельницей в больнице, врачи меня под наркоз везут проверять, и такое было уже сколько раз в последнее время, и думаю, что творится, да, это конкретное давление, которое сейчас на каждого из нас происходит, на меня оно сильно происходит, это давление, но все равно Бог ставит точку, видите, я сижу перед вами, я проповедую, да, у меня до сих пор еще есть в теле, которые проблемы, они у меня до сих пор еще есть, но я все равно иду дальше, я хочу идти, и сегодня мне пришло сильное откровение вот насчет алкоголизма, да, конкретно алкоголизма, кто когда-то был в конкретных запоях, как я, как травился сильно, как я, он должен меня конкретно понять, что попробуй, вот не пей там полгода, год, ты почувствуешь, что у тебя будет болеть что-то, или что, если зависимость, она нарушает нервную систему, полностью сбивает строй, убивает нервные клетки твои, и конкретно ты понимаешь психически, что тебе когда-то охота выпить, все, ты, тебя все бесит, тебе все достало, тебе все достали, хотя у тебя все вроде нормально, да, и потом, если так не получается, вот эта же зависимость в голове, она тебе подходит уже через физическую атаку, уже начинает болеть нога, у тебя не хватает воздуха, месяцами, я говорю, не просто болит нога, не имеет нога, болит левая нога, спина, да, у меня искривление, там позвонки чуть-чуть стерты, там проблема чуть у меня со спиной, но все равно это все много раз начинает, как сейчас у меня то же самое, желудок, кишечник, там проблемы немного, да, и вот это все начинает, да, и ты думаешь, как меня это все достало, эти боли, боли, мне нельзя все кушать, теперь мне то везде, вот эти все законы, вот эти все, но я понимаю, одно мне сегодня конкретно открылось, это, мне до этого открылось уже, но я понимаю, что сатана реально, вот этот алкоголизм, он ждет эту дозу, когда же ты наконец-то опять мне дашь вот этот, вот этот ужасный, кошмарный кумар вот этот алкоголь, да, бешеную дозу, да, но это может было бы последняя доза, да, не дай бог, да, но он, он в шоке, потому что на протяжении многих лет у меня это были эти срывы, и теперь вот она ждет, теперь как так, да, давай, что, тело сама в шоке, она уже где-то там, там болит, это хочет, чтобы, ну короче, вы меня поняли, я думаю, меня все поймут, кто в зависимости сейчас, да, из-за этого я хочу лично тебе сказать, кто в зависимости, да, сейчас сильно, я верю здесь в братья, которые сейчас пишут в стриме, бог освободил их, привел к покаянию, дал возможность идти за ним, проповедовать и быть спасенным, но есть очень много людей, вы посмотрите вокруг нас, братья и сестры, без разницы какая страна, Украина, Казахстан, Россия, хоть и в Америке, да, вы же сами видите, у меня знакомые многие с разных стран, что они пишут, вчера разговаривал, тот умер, поехали на дискотеку праздновать праздник, была драка, одному ударили локтем по голове, была серьезная драка, у него двое детей, он тоже раньше занимался и боксом, и все, ему просто была серьезная драка, ему подошли и вот этим просто ударили по голове, насмерть человек прям под камерами убил, тот тоже, с кем он дрался, но никто же не хочет, они все занимались где-то боксом, кикбоксом и одного убили, просто на празднике, просто и таких случаев море, понимаете, сатана она будет делать, из-за этого мы должны конкретно, в первую очередь, вот я, не то, что я всем это говорю, но в моей жизни еще много моментов, где я часто думаю, что дальше делать, вы не думайте, что у меня там все прям так, на этом, из-за этого я говорю всем людям про Иисуса Христа, говорю, как он любит нас, вечную любовь, говорю, что Иисус Христос освободил нас от клятвы закона, мы не можем оправдаться перед Богом нашими делами, да хоть я с вами сейчас сижу такой чистенький, все хорошо, у меня есть там немного, может быть, то это, я где-то все в контроле держу, но все равно я спасаюсь по любви Богу, Бог тебя так же любит, как и меня, просто Он хочет, чтобы ты пришел к Нему, нету лучше-меньше, как ни один брат, или как его назвать, один, в одной динаминации я был, он говорит, я без греха, стоит такой, грудь себя бьет, я без греха, а ты, конечно, там, что кто-то такой, иди на заднюю лавочку, тебе столько греха, а вот я такой христианин, я без греха, я не грешу, я стою, у меня греха нету, все мои мысли, я такой освобожденный, я только говорю истину, я такой, я говорю, ты что врешь, да, зачем ты, я ему прям так сказал, я говорю, если ты без греха, возьми камень, как Иисус Христос, и пинь, да, в Магдалену, если ты без греха, зачем обманываете самих себя, что вы без греха, нету на земле, мы спасаемся только, если бы он сказал только Иисус Христос, вот этот момент очень важный, а какой мы без греха, если мы живем в теле, в котором живет грех, ДНА, наша ДНА в ней грех, все, ДНК, ДНА, поймите это, да, братья и сестры, просто алкоголь это конкретный серьезный доступ сатане к человеку, если ты сейчас еще брат, мой друг, сестра страдаешь в алкоголе, в сигаретах, наркотиках, в казино, все, что в моей жизни было, да, ты можешь остановиться, ты можешь прийти к Богу, ты можешь покаяться, да, у тебя все сейчас разрушено, здоровье катастрофа, ты в долгах, тебя люди ненавидят, все нормально и понятно, ну не обращай на это внимания, начни обращать внимание на Бога, посмотри на Него и начни свою жизнь с Богом, пусть Бог тебе построит в твоей жизни, возьми этот камень, этого Иисуса Христа, который отвергли строители, а ты его возьми и начни строить свой дом с ним, начни его строить, ну самое хорошее спасение, которое у тебя может произойти, когда ты его примешь сегодня и сейчас, спасителя Иисуса Христа, который может тебе дать путь и исть и жизнь, также не просто жизнь, а жизнь с избытком, а не только с избытком, жизнь вечную в раю, но ты никогда не забывай, что этот узкий путь после покаяния, после покаяния, это тоже надо тему записать, путь после покаяния, это узкий путь и против движения, поймите одно, узкий путь, против нас будут все, нас будут обзывать, там не знаю, бить, даже убивать, такое происходило, да, ну мы говорим истину, конечно, сейчас я это говорю, некоторые послушают, думаю, точно ненормальный какой-то, раньше он ходил там, бухал на лавочке, просыпался, дрался, что-то его искали, непонятная жизнь была, теперь с Библией ходит и говорит про Иисуса Христа, крыша точно, мне надо психбольницу, мне говорят, тебе поможет только психиатр и все, но мне помог Иисус Христос, который спас меня от этого кошмара, этот здесь кошмар, который у меня был на земле без Бога, это был ад, это были слезы, это был позор, это был ужас, да, сатана, он сейчас не спит, он хочет меня вернуть туда, где я был, я знаю человека лично, ну как лично, да, лично я с ним общался, он конкретно поднялся в Боге, он конкретно знал Библию, он знал все, он говорил хорошо, он еще, я не такой ум, видите, я делаю ошибки по русскому языку, потому что Библия первая книга на русском языке, которую я сильно так читаю, но я лучше уже стал говорить, да, но я хочу сказать про этого человека, он так хорошо знал Библию, так хорошо говорил про Бога, но в конце концов, в конце концов он где-то обманулся или спотыкнулся, я не знаю, что произошло, он умер от передозы наркотиков, Бог его освободил, поставил на ноги, все уже шло как надо, но где-то он принял решение, где-то он отступил, где-то он принял дьявола, ложь его принял, да, просто совершил, но я верю, все равно, он, я думаю, он все равно спасенный, потому что в сердце у него был Иисус Христос, он был там, это никто не может забрать у него, но все равно я говорю, одна ошибка, одна ошибка, передоза и все, он взял ту же дозу, которую брал когда-то, большую дозу наркотиков, и он умер, он был молодой, ему, по-моему, я не знаю, 35 было, по-моему, 33, поймите, да, это ужас, я хочу также сказать, кто покаялся, что сатана, она не будет спокойно сидеть, она будет, у тебя уйдет жена, у тебя скажут дети, ты ненормальный, у тебя скажет твоя теча, ты вообще гонишь, тебе скажет родной отец, ты вообще какой-то дурацкий, тебе скажет сестра, я буду молиться, молиться гадалкам, чтобы ты быстрее сдох, да, это нормально, Иисусу Христу тоже все говорили так, да, говорили, сравнивали его, там еще он сектант, или как его только не называли, Иисуса Христа, он же как, он же не был, он наоборот заходил и проповедовал истину, он говорил всем истину, говорил все как есть, чтобы у людей открылись глаза, и за это, если у тебя проблемы конкретные, приди к Богу, начни новую жизнь, это будет тяжелый путь, конкретно трудный путь, но этот путь идет к вечной жизни, это другая уже тема, это путь к вечной жизни, я сколько раз был на похоронах, и всегда на похоронах говорится, царство небесное этому человеку, царство небесное этому человеку, и всегда эти слова слышно, царство небесное, а вот поймите, да, этому человеку тоже я говорил, про которых я напоминаю здесь, да, я был на похоронах, я им тоже говорил про Бога, говорил есть путь, говорил есть жизнь, говорил остановитесь, Хотя я сам был в тот момент зависимый, но все равно я старался где-то даже так. Я даже раньше про это говорил, честно говорю, так, про Бога, да. Просто как хорошо, если бы человек этот пришел еще тогда к Богу. Как хорошо, если он бы тогда принял, да. Вот вы же прекрасно понимаете, все должны открыть свои глаза, кто сейчас и когда-то этот ролик увидит. Вы поймите, что когда-то мы все будем лежать в этом гробу. Это тело будет когда-то, это понятно, да. Просто, я знаю, люди, которые умерли во сне, оно может случиться. Вот недавно случай, мать разговаривала с сыном, на следующий день он умер, оторвался тромб или как он называется. Да, такое случай было. Случай было, человек сел на машину, говорит, я поехал, он торопился, не вписался, разбился. Все, и таких случаев море, о которых я знаю, близких возле меня. Из-за этого мы должны быть готовы встретить Бога сегодня и сейчас, да. Чтобы мы знали конкретно, что наша жизнь принадлежит ему. Потому что, когда наша жизнь здесь на земле зависит, это как пар. Она может закончиться быстро, да. Но я хочу сказать всем, кто сейчас, тема вообще шла про алкоголизм, что Бог может тебя освободить. Я оставлю под этот стрим молитву покаяния, оставлю там моменты, пишите, если кому-то есть вопросы, кто конкретно страдает в зависимости. Будем друг друга поддерживать, вместе идти за Богом, держаться за истину, в молитвах, откровениях. У каждого из нас есть откровения. Но Бог конкретно хочет, чтобы ты не попал в ад, а чтобы ты пришел к нему на коленях, покаялся. И он освободит тебя. И не обращай внимания, что ты потерял. Не обращай внимания на какие-то проблемы твои. У меня тоже были проблемы. Я жил неправильно. Я приносил себе горе, другим горе. И я жил к катастрофе, да. Были пять верховных судов было. И что только не было. Адвокаты, столько стопок всяких документов, какие-то милиции, что-то забирали, отвозили, дом обыскивали. И что только не было, катастрофа, позор, настоящий позор, ужас и позор. Я даже сам до того запутанный был. И сейчас сатана до сих пор хочет меня сбить с этого пути. Он пытается всеми методами остановить волю Божию в моей жизни. Всеми. Он делает все, чтобы я сдался. Он знает, что я прошел. Он знает мои слабости. И он знает, куда я иду. Но теперь у меня есть навигатор в жизни. Это Библия. У вас у всех она есть. Из-за этого, братья и сестры, все. Вот короткий такой стрим, что Бог может тебя освободить от ада и вечного огня и от проклятия алкоголизма. Бог может лично тебя освободить. Говорю тебе с личного опыта. Когда я сидел в своей комнате, рыгал кровью, это было все уже. У многих людей, кто рыгает, у него отрывается что-то есть в горле, когда сильно рыгаешь, отрывается. И ты кровью затекаешь. И все. Один человек, у которых я был на похоронах, у него тоже такая тема была. Он много рыгал, и все. У него оторвалось это. И ужас произошел. Пока вместе живой, ты можешь отойти. Отходи, возьми себя в руки, пей много кефиру, и молись Богу, и пей чай, пиши, кому там трудно сильно. Можем пообщаться, кто в конкретной зависимости такой, да, поговорить. Я говорю, ты сможешь это сделать. Да, это путь трудный будет, но это путь с Богом. Если у тебя будет хлеб на столе, и будет у тебя чай, я не знаю, все, тебе больше будешь жить, и будешь потихоньку восстанавливать то, что разрушил сатана. А Бог тебе теперь даст то, что тебе реально нужно. Не то, что у тебя было когда-то. Ты думал, это друзья, это родственники, это еще кто-то. Да они вообще ничего даже слышать о тебе не хотят, про кого ты так думаешь. Забудь все и всех, да. Вспомни про Бога и иди за Ним. А Бог тебе даст то, что тебе надо в твоей жизни. Это я тебе говорю с личного опыта. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю за путь, истину и жизнь вечную. И вот этот ролик в стриме я хотел чисто записать. Вот реально людям посвящается, кто реально сейчас мучается и в зависимости от алкоголя. Давайте я сейчас пущусь нашему Отцу Небесному, поблагодарю его за все. И потом вот пообщаемся там, не знаю, у кого есть вопросы. Вот так. Я хотел все освободить, чтобы поговорить еще это, да. Аминь. Господь Отец, я благодарю Тебя за все, что Ты сделал в моей жизни. Я благодарю Тебя, что Ты услышал меня в ту ночь. Я благодарю Тебя, что Ты меня спасал сколько раз в моей жизни. Когда падал самолет, Ты меня спасал. Когда меня хотели убить. Когда я был в ужасе, в реанимации. Когда я был в клинической смерти. Когда я ужасом жил на протяжении 10 лет. Господь, Ты меня просто освобождал и помогал. Врачи говорили, катастрофа, но Ты поставил запятую. Ты мне дал возможность покаяться. Ты мне дал возможность познать истину. Ты мне дал возможность рассказать это лично Тебе, друг мой. И Господь, я прошу Тебя, Отец, коснись каждого сейчас, кто сейчас это слышит. Кто сейчас в зависимости, алкоголь, сигареты, наркотики, игромания и так далее. Коснись этого человека. И пусть он начнет наконец-то идти за Тобой. Потому что Библия стоит, Ты прилагаешь спасаемых к церкви. Я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. За день каждого. Я лично Тебя прошу сейчас на этом стриме. И говорю конкретно лично Тебе, друг мой. Бог любит Тебя. Бог любит Тебя вечной любовью. Без разницы, где Ты сейчас находишься. Без разницы, что с Тобой сейчас произошло. Остановись на своем пути сейчас. И начни свою жизнь наконец-то с Богом. Бог конкретно любит Тебя. Бог хочет, чтобы Ты начал жить так, как Он хочет. Потому что Он сотворил Тебя. И Он знает лучше, что для Тебя лучше. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю. За путь истинной, жизнь вечную. Все, братья и сестры, я эту тему сказал, как мог, своими словами, что есть выход. Бог может освободить. Бог может включить свет в свою жизнь. Иисус Христос сказал к народу. Я есть свет миру. И кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Но будет иметь свет жизни. Аминь. Свет миру. Иисус Христос, кто будет ходить за Ним, Он будет иметь свет жизни. Также в Библии стоит. Отвергни себя. Возьми вот этот свой крест и следуй за Мной. Все. Это конкретный момент. Да, это легко сказано. Как это так? Отвергни себя. Я же это хочу, то хочу, третье хочу. Да сдохни ты наконец-то. Что ты хочешь? Мы уже находили в своей жизни много вещей. Из-за этого мы сидим теперь здесь и мы нуждаемся каждый день в милости и благодати. Мы зависим чисто от Бога. Все. Больше ни от кого в этом мире. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Аминь. Вот человек пишет. Внешне вы не выглядите как человек, который употреблял. Ну да, конечно. Господь делает великое и недоступное. Если вы видели бы меня, когда я... Да и как вы меня могли увидеть, я бы никогда бы... Вы меня увидели бы, может быть, в плохих кругах или где. А сейчас такое говорить. Чтобы я говорил когда-то про Бога. С меня лились маты и ужасы и так далее, и так далее. Было полностью разрушено все. Но Бог дал мне возможность сказать это. Я даже рад, что на этом стриме благословляю вас, 4 человека. Благословляю вас, кто поставил лайки, 10 лайков. Я очень рад за них. Я очень рад за всех подписчиков, кто подписался на канал. Я очень рад, кто всегда поддерживает в молитве, ставит там комментарии. Благодарю вас. Мы это все делаем. Мы делаем это для Бога, чтобы распространять Царство Небесное. Мы не говорим ничего плохого. На этом стриме никто не собирает деньги. На этом стриме нет матов. На этом стриме нет никаких, не знаю, там, никого я не осуждаю или кого-то там оскорбляю. Я не рекламирую алкоголь или еще кто-то. Что сейчас творится. Люди сидят, пьют, курят, не знаю. Люди смотрят, молодые люди смотрят. Наполняются этой гадостью, этим адом. Мы говорим про Царство Небесное. Про волю Божию. Про путь Божий. Про жизнь вечную. Вот какой Бог дал мне возможность говорить это. Как круто. Я думал, как я буду проповедовать. Хотел бы, чтобы вся моя деревня, где я живу, покаялась. В этой деревне живут 7 тысяч человек. А сейчас на канале уже 15 тысяч человек. Уже две деревни Бог дал. Люди, конечно, некоторые увидели короткий ролик, подписались, пишут, слава Богу, хорошее служение человека за дело. Сегодня мне один человек пишет очень хорошие слова. Говорит, я 15 секунд, один отрывок с Библии, посмотрел ролик 15 секунд, и мне Бог дал силы на весь день. Аминь. Один ролик он посмотрел, Бог дал. Бог дает силу людям, кто жаждет. Понимаете, человек, он сидит, он полностью разбитый, он не знает, что дальше делать. Он включает дома, есть доступ везде к этому интернету. Бах, посмотрел, Бог любит тебя, Бог хочет тебя спасти, остановись. Он хочет опять жить. Это как прекрасно, когда человек хочет жить. Аминь. Аминь, братья и сестры. Так, начнем теперь. Люди это прекрасно понимают, но продолжают употреблять. И после этого делают очень нехорошие поступки. Да, ошибки мы все делаем. Люди понимают это, да. Но я думаю, знаете, когда я, когда Бог меня освобождал все это время. Я-то, конечно, я не всегда так про Бога говорил, но все равно в моей жизни были моменты, когда я понимал, я молился Богу перед наркозом. Или когда я понимал, меня кто-то хотел зарезать. Конкретно я понимал, это все серьезно, мне надо куда-то убегать, скрываться, чтобы меня не убили. Да. И вот эти все моменты, я вам говорю открыто, я молился Богу, что Бог меня спас. Бог меня спасает, я шел дальше. Потом пришел момент в моей жизни, когда я плевался кровью, я понимал, что все, мне приходит конец. И за это такое наше дело никого не осуждать. Это конкретный момент очень важный. И не ставить крест. Не ставить крест на человека. Не делайте это. Молитесь за него. Говорите ему истину. Это не так трудно. Мне самому трудно иногда это говорить, когда человек тебе желает плохого. Он там, я понимаю, что он... Конечно, с ними общаться не надо. Но старайтесь этих людей благословлять, молиться за них. И чтобы они все равно, чтобы Бог коснулся их. Это наше дело. Это называется любовь. Аминь. Какая разница в Библии стоит, если мы будем любить тех людей, которые также нас любят. А если мы будем любить тех людей, кто нас не любит, в этом и есть совершенная любовь к Богу. Если Бог возлюбил такого, как я, который полностью грешил против храма Божий год. Там родители плакали, еще кто-то плакал, люди страдали, кто-то... Когда мы начинали праздновать, люди думали, катастрофа сейчас, что-то произойдет непонятное. И это была катастрофа, да? Бог может помочь с алкоголизмом, когда мы будем жить в духе. Аминь. Но к духу надо прийти. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И за это мы проповедуем, чтобы человек коснулся, чтобы он понял, куда он идет, для чего он живет, зачем он живет. Чтобы он был готов встретить Бога. Как один проповедник сказал, он говорит, зачем тебе приходить к Богу, весь в шрамах, разбитый, в зависимости. Для чего? Приди же сейчас. И за это я это записываю, все, чтобы люди поняли. Не надо. Вот сейчас у меня нет нюха, я полностью у меня нет. У меня вкуса нет после этих аварий, да? У меня часто головная боль. Позвонок кривой. Если я вам, когда-то я запишу стрим, буду по анализу показывать, чтобы вы поняли, что я прошел, чтобы прийти к этому. И сколько я думал, что, а, ладно, я дальше, я такой сильный, сильный. Пока весь Бог мне не показывал, что тебе никакой бокс не поможет, тебе никакая сила, никакие деньги. Я думал, я такой сильный, ко мне приехали две машины людей, и они были с ножами, и их много было, они были сильные. Они мне показали, что такое сила. Три секунды мне это показали. И за это, я потом понял, что все это не такое все крутое, что ты думаешь, что это такое крутое. Это может вот так все закончится, твоя крутизна. И деньги тебе не помогут в тот момент, когда у тебя зависимость. Ты понимаешь, что у тебя деньги есть, а у тебя зависимость бешеная. И ты можешь себя убить. Сколько таких примеров? Возьмите вот этого певца, которого я раньше слушал. Как его там? Аркадий Кобяков, по-моему, зовут. Он поет, пел песни хорошо, да, сильные песни пел. И в конце концов освободился из тюрьмы, 17 лет записывал песни, освободился из тюрьмы. Начал петь песни в кабаках, в ресторанах, в день рождения какие-то. Начал получать деньги. У него были теперь деньги. Он за каждый вечер получал что-то 5000 долларов или сколько. Это хорошие деньги. И он начал употреблять наркотики, бухал везде, гитара, хихи, ха-ха. И его нашли с передозой в ванне, нашли. И вошли этот, продюсеры или кто. И таких случаев опять море. Если ты без бога, тебе деньги не помог. В Америке сколько людей? Человек богатый пошел, повешался. Сатана развел его где-то, споймал. Все. Сначала он тебе говорит, как Иисусу предлагал. Я тебе дам все. Перед тобой все поклонятся. Служи мне. Иисус говорит, что ни одним... Ну, насчет хлебом, говорю, хлебом. Но каждым словом, да. И он говорил, мне не нужна твоя. Я только от бога, да, все. Я как в это. Вот эти все моменты. Понимаете, сейчас теряюсь в библии. Это все стоит. И так же он к нам подходит. Он дает человеку... Если он... Я даже вижу христиан. Так их называть. Бог их восстанавливает. Из праха конкретно. Конченый наркоман. Здесь он восстановился. Все круто. Теперь он занимается бизнесом. Прославляет бизнес какой-то. Или еще чем-то занимается. Удаляется от бога. Это понимаете? Сатана подойдет. Так же он в мою жизнь каждый день проходит. Он подходит через близких людей. Подходит через детей. Подходит еще где-то. Что ты понимаешь? Вот недавно мне он подходил и говорил. Кто ты такой, е-мое? Ты у тебя финансов мало. Здоровья. Ты из больницы в больницу. Ты как ты хочешь дальше жить? Ты говоришь про бога. Ты даже не можешь нормально пойти. Какие-то деньги нормальные заработать. То ты больной какой-то. Реально мне конкретно ко мне подходил. Я сидел. У меня слезы капали. И потом дух святой мне говорит. Ты же спасенный. Твои дети слышат про бога. Твои дети молятся. Они слышат слово божие. Они узнали истину. Проповедано царство небесное в твоем доме. Понимаете? Но это же самое главное. Но все равно он ко мне часто подходит. Подходит со всех сторон. Давление идет конкретно. И за это бодрствуйте и молитесь, братья и сестры. Это очень тяжелое время. Время благодати. Но на детей божьих идет тоже сильное давление. Может даже давление идти из твоего личного тела. Когда твое тело будет конкретно против духа. Это очень важный момент, который в моей жизни происходит. И за это вырослабьтесь. И идите за нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Аминь. Слава Богу. Как мне трудно. Вчера говорил жене и читал Писание. А она не верит, что Бог родил Сына на небе. А отец послал единородного Сына с небес умирать за нас. Как трудно донести истину. Конечно, брат, везде будет такое давление. Видишь, жена там то. Да, но ты меня вчера тоже поддержал. Мы с тобой общались. Ты мне объяснил, что успокойтесь. Надо помолиться. Терпение. Видишь, на всех идет. А вчера я лежал. Я тебе говорю, я вчера лежал. Слезы капали. Думал, что в моей жизни происходит. Эти боли. Я уже устал. Реально, ну как так? Что дальше делать? Депрессия была. Все было конкретно ночью. Да, потом еще это пьянка. Кто-то орал на улице. Дурдом какой-то, да. И потом все равно понимаешь. Господь, Господь. Молишься. И все равно Бог идет впереди. Из-за этого все нормально. Будем идти дальше. Конечно, это трудно. Ну да, даже вот этот момент. Да, вот когда женат. Все равно пусть Бог даст каждому из нас. Мудрость, терпение, силы, да. Чтобы жена это поняла. Чтобы все это поняли. Видишь, если в твоей жизни, если ты был бы такой вот, Алекс, лично тебе. Если ты был такой бы, как я, извините меня, конченый алкогол, алкаш, наркоман и так далее, и так далее. Я не хочу это озвучивать. Тогда бы твоя жена сказала бы, я думаю тебе, слава Богу, Иисусу Христу Спасителю. А ты видишь, ты живешь у тебя, ты занимаешься работой, у тебя какой-то там бизнес, ты служишь Богу, ты хочешь открываться. Она еще не понимает, что такое горе. Не дай Бог, да. Пусть Бог, конечно, сохранит вашу семью, защитит от сердца, желаю, да. Но когда человек понимает это, когда, не дай Бог, не приходит это горе в жизни, и потом он думает, е-мое, что делать, мы попали. А здесь теперь ничто, деньги не помогают, кодировки не помогают, ничего не помогает. А из-за этого, когда такого нету, здесь человек, а зачем мне Бог? Как мне некоторые родственники по крови говорят, а типа, зачем мне сейчас каяться? Я в лет 70 покаюсь, мне сначала надо еще купить джип какой-нибудь, авторитетный такой, блатной джип. А потом дом купить еще тысяч за 500 евро, да. Потом еще что-нибудь купить, надо работать на всех работах, чтобы бабки были бешеные, чтобы тебя все видели какой-то крутой, вообще бред какой-то, да. Я говорю, да ты завтра, ты завтра не знаешь, будешь ты жить или нет, про какие бабки ты вообще говоришь, да. Но это вот эти все моменты, я говорю, что Иисус Христос сказал, все, кто исполняет волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. И так и Бог прилагает ко мне людей, но все равно, самого главного, который мне нужен в моей жизни, это Господь Иисус. Аминь. Так что все хорошо, братья и сестры. У вас, наверное, уже уши висят, но я освободил эту тему, теперь я смогу спокойно спать. Это очень важный момент был в моем служении таком. Когда сидишь на христианских праздниках, да, и там пьют водку, матерятся матами, изменяют там женам своим, да, и еще какая-то катастрофа происходит, да, им говоришь, братья, ой, люди покайтесь, вы что делаете, да, и толку нету, ну, видите, надо молиться за них, да. Да, мне вот тоже пишет здесь сосед один, говорит, забери меня с дискотеки, нас много, забери нас, ну, помоги нам, с дискотеки нас, говорит, забери. Я говорю, а зачем? Ну, мы хотим это послушать про Бога. Я говорю, приходи трезвый в мой дом, я тебе налью чай, послушай про Бога. Вон мне чагу привезли из Казахстана, ну, как и дали из Казахстана, послушаешь, ой, попьем чагу, чтобы почистим желудок чуть-чуть. Из-за этого я говорю, приходи, а он хотел, чтобы я их забрал с дискотеки, дал там, наверное, деньги, и пьяный бред этот слушать, да, и пьяному пропал. У него цель была, чтобы я их забрал, отвез куда-то, заправил, не знаю, да, и вот эти все моменты, конечно, мне пришло, я, я, честно сказать, я даже свой номер поменял. У меня другой номер, это сейчас, в данный момент, у меня номер, который вообще никто не знает, ну, у меня жены, еще есть один человек, который знает его, ну, я ему так помогаю иногда, и все, так его никто не, зачем мне это нужно? Для чего? Чтобы меня сбивали с толку, чтобы кого-то забирать, отвозить, куда-нибудь непонятные вещи делать, заступаться за кого-то, зачем мне это надо? Люди должны за себя стоять и с Богом жить. Аминь. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю, за путь истинную жизнь вечную. Я хотел бы, наверное, на этом, благодарю, Надя, сестра. Бог хороший, если бы не Бог, то не дай Бог, я бы не смог бы ничего вообще близко даже про Бога говорить. Если бы не Бог, я бы даже два слова бы не связал. Эта тема родилась сегодня лично для людей, кто в зависимостях сейчас, да. Я хочу сказать всем, что Бог может тебя спасти. Когда Он тебя спасает, зависимость будет стучаться в твою жизнь. Да, Бог тебя освобождает, показывает тебе путь, истинную жизнь. Но не забывайте про демонов, про сатану, про льва, про которого стоит в Библии. Он ходит и ищет, кого погубить. А он берет еще кучу всех других зависимостей и стучит в твою дверь. А ну, откроешь ты мне или нет? Через ситуацию, через финансы, через моей ситуации, сейчас у меня тело начинает болеть и так далее. И он стучит, и потом приходит каос. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение о плоти. Аминь. Сто процентов. Видишь, Алекс, слава Богу, вот ты, да, Бог тебя освободил, дал тебе силу, и ты так двигаешься, сердце хорошее, хочешь про Бога говорить. Вот Бог тебя реально дальше. Ты Божий человек и Божий сын, и Бог будет тебя дальше вести. Не обращай внимания на людей. Аминь. Да, аминь. Никто не обещал легкой жизни, да, из-за этого. Будем до конца идти. Конечно, я это на себе пережил. Я раньше, когда покаялся, думал, ой, я покаюсь, буду летать на крыльях такой это. Нет, зависимость приходила и стучалась, и еще хуже приходила, чем раньше приходилось. Это был ужас, да. И за это, когда мы покаялись, закрывайте все дверь, ставьте замки, охрану, как в Библии стоит, возьмите щит веры, шлем, спасение, это все, да. Видишь, я раньше пил, но жене было как-то все равно. Напился, пошел спать. Но когда я был, там здесь все равно никому не было. Потому что там или милиция звонила, или больница звонила, или я просыпался где-то непонятно. Или ужас за ужасом был. Ну все, братья и сестры, я надеюсь, это коснется одного человека, который поймет, что есть путь и истина, жизнь, это Христос. И это самое главное в жизни. Все, будем дальше идти. Хороших вам выходных. Давайте прославлять нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Не останавливаться. Он любит каждого из нас и не хочет, чтобы кто-то из нас попал в ад. Но он хочет, чтобы все люди спаслись и познали истину. Это Иисуса Христа, это Слово Божие в Библии. И шли за Богом. Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Сказал Иисус Христос своим ученикам. Это очень важные моменты, потому что Христос, Иисус, есть путь истина и жизнь. Он есть свет миру, то будет ходить с ним, тот будет иметь свет жизни. Это стоит тоже так же в Библии и это истина. Аминь. Благодарю, сестра, за поддержку. Очень приятно слышать такие слова. Только слава Иисусу Христу Спасителю, не мне. Если бы не Бог, то не дай Бог. Все, благослови вас Господь и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь.